В эфире программа «Сделанная в Вятке». Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Напомню, что программа эта выходит как раз-таки по пятницам в 13.06, два раза в месяц. И программа эта посвящена истории вятского предпринимательства. И на протяжении нескольких программ в этой студии мы встречались и общались с доктором исторических наук, директором Кировского областного краеведческого музея Михаилом Судовиковым. Мы продолжим с Михаилом Сергеевичем встречаться, но в сегодняшней программе мы еще вводим, так скажем, от еще одного историка, нашего постоянного гостя, гостя нашей студии. Это Антон Касанов, историк, автор проекта «С пешком поведки». Добрый день, Антон. Добрый день. С Михаилом Сергеевичем мы начинали свое повествование с самых основ 17 века, закончили Октябрьской революцией. И у нас была идея как-то поподробнее углубиться в тему отдельных купеческих династий, отдельных купеческих семей. И сегодня у нас первая программа в этом роде. И мы сегодня договорились о династии купцов Булучевых посвятить эту нашу программу. Ну и, естественно, самый видный его представитель Тихон Филиппович Булучев о нем тоже. Наверное, мы все-таки будем начинать с истоков, да, вообще династии Булучевых? Ну да, вообще, на самом деле, я хочу сказать, что приятно находиться здесь и продолжать дело, которым занимается Михаил Сергеевич. Потому что Михаил Сергеевич – это мой учитель, это человек, благодаря которому я вообще серьезно занялся наукой. То есть он был моим преподавателем, когда я учился на историческом факультете, потом он стал моим научным руководителем. Под руководством я писал курсовую, дипломную работу. И он стал моим научным руководителем, когда я начал писать кандидатскую диссертацию. И Михаил Сергеевич – уникального таланта человек. И довел в итоге и меня, и других, и многих аспирантов. А мы были первым Михаила Сергеевича, когда он стал доктором. И, собственно, стали кандидатами наук. Я ему очень благодарен. Недавно с ним встречался, когда он уже стал директором Краеведческого музея. Мы приходили с нашим путеводителем пешком порядке и подарили музею и филиалам книги. И очень приятно было подставить Михаил Сергеевичем на установке. Уникальный по работоспособности, наверное, человек, который занимается в несколько каких-то постов одновременно и везде достигает определенных успехов. Михаил Сергеевича можно назвать ведущим специалистом по истории авиатского капельчика? Да, я считаю, что даже не ведущим, это один из главных специалистов. Даже не только здесь, в Кирове, но и вообще в Вятско-Камском регионе. Потому что купечество, оно имеет такой сквозной характер. То есть, потому что они, купцы, вели торговлю, и не только здесь, а вообще в целом на региональных рынках. Это очень сложная тема. И долгое время она, наверное, как рассказывал же Михаил Сергеевич, не было в фокусе внимания историков. Поскольку по идеологическим соображениям, в первую очередь, считалось, что купцы это представители капитала. И не вписывались в ту формацию, которая существовала при советской власти. И вот только в 90-е, в начале нулевых, начались очень серьезные исследования. Конечно, Михаил Сергеевич стал одним из флагманов этих исследований. И те публицистические, исторические труды, которые он написал, его диссертационная работа, это очень важный исторический материал. И исследуя это, можно очень глубоко понять суть тех проблем, которые тогда были. И суть тех процессов в области предпринимательства, торговли, которые тогда развивались. Ну и, конечно же, общественная деятельность, потому что многие купцы были сторонниками того, чтобы свои капиталы жертвовать на общественное благо. И можно сказать, что, подсчитав, как это делалось, я сделал для себя определенный вывод и занялся темой общественных организаций в качестве одного из предметов исследования, в качестве уже моей диссертации. Общественных, в том числе, благотворительных? Да, различных самых общественных организаций, в том числе, благотворительных общественных организаций, поскольку они тоже раньше не исследовались, практически считалось, что, ну, как купцы, разве не могли они что-то делать для общества, они считалось, что все делали для себя. На самом деле оказалось, что это очень сложный и многогранный процесс Михаила Сергеевича исследований. Ну, Михаил Сергеевич достаточно просто отвечает на этот вопрос, почему, собственно, нужно уделять этому внимание, да, и изучать без знания истоков, да, без знания того, на чем это все основано, собственно, будущего-то и нет. Я абсолютно согласен, это расхожее утверждение, что без знания прошлого невозможно формирование настоящего и будущего. На самом деле, в истории очень многие ответы даны на те вопросы, которые ставятся и по сей день, на самом деле. И те даже вещи, которые связаны с историей предпринимательства, они сейчас актуальны, поэтому ту тему, которую выбрали в качестве предмета дискуссии, она действительно имеет место быть и она очень важна. Итак, династия Булычевых. Да, на самом деле династия Булычевых одна из самых старых вятских династий. Известно, что первые представители ее появились в первой же половине 18 века, а к концу уже века 18-го они действительно очень масштабно развили свою торгово-предпринимательскую деятельность. Известно, что Егор Булычев, это вот один из представителей рода, который действовал активно в конце 18-го века, он уже торговал через Архангельск севером и вел очень активную деятельность. Ну и, соответственно, конечно же... Но он не первопроходцем был. Ну, конечно, он был не первопроходцем, это была общая тенденция, о чем, как раз говорилось в предыдущих передачах в этой студии. И Архангельск, это был город, куда, конечно, тянуло многих вятских купцов, и это был не только торговый центр, но в каком-то роде это становилось уже и общественный такой центр, и центр культурный в каком-то роде. Потому что Тихон Филиппович Булычев, он получил образование именно в Архангельске, и там началось его формирование как личности, как купца, как общественного деятеля и так далее. Ну, конечно, его отец Филипп Булычев, он сыграл огромную роль в его становлении, в формировании как личности, ну и, конечно, в торговой династии, потому что он первый занялся именно тем делом, которое было связано с развитием уже пароходства, личного пароходства. У него уже было несколько пароходов, он начал активно эту деятельность по пассажирским перевозкам, были какие-то уже зачатки связаны и с торговыми перевозками, ну, конечно же, масштабно развернул в огромных таких количествах, значит, непосредственно, уже его сын Тихон Филиппович Булычев, который родился в Орлове, это все династии, конечно, связаны с Орловской землей. Вот я хотел спросить, да, определиться с местом, откуда происходит династия, у нас же как принято, о, да ты там родился, там и землики и так далее. В Орлове, да, наш земляк, само собой, потому что Орловщина находилась здесь совсем недалеко. И родился он в Орлове, и первоначально, как я вижу, он, Тихон Филиппович, не связывал себя очень плотно именно с тем торговым делом, которым заведовал его отец. И, возможно, у него были совершенно другие амбиции, с ним связан весьма любопытный визот, который произошел в начале 70-х годов 19 века, когда Тихон Филиппович Булычев, будущий еще молодым совсем человеком, был избран, значит, гласным Орловской думы, то есть, фактически возглавил ее. И это была такая очень интересная позиция, потому что, на самом деле, в 19 веке так было принято. Успешные купцы, они, конечно же, имели право и моральное право, и сами очень хотели делегировать своих представителей в органы государственной власти, на местах и так далее. Считалось, что если ты успешен в бизнесе, то и в госуправлении тоже будешь вполне успешен. Ну, такая точка зрения и сейчас существует. В принципе, да, в этом плане. Во многих парламентах, да, разных уровней, мы видим, кто присутствует, да, в успешном бизнесе, наверное, и так далее. Само собой. Ну, то есть, естественно, если у вас есть энергия, у вас есть какие-то личные качества, которые позволяют вам добиваться успеха на одном поприще, почему бы добиться не на другом? И вот Булычев избирается, значит, тем человеком, который управляет Орловской городской думой, но там случился крайне печальный эпизод, в первую очередь, для Булычева, эпизод, который мог бы развернуть его жизнь на 180 градусов. Дело в том, что он был сторонник достаточно жестких управленческих решений, и когда он пришел, он начал оптимизировать, как сейчас говорят, свой управленческий аппарат. И там был такой секретарь Ипатьев, видимо, это был человек, который засиделся на своем посту, и Булычев счел, что этот человек не соответствует занимаемой должности. И тогда Булычев решил его уволить, но решил его уволить как-то по-свойски, по-душевному. Все-таки Орлов, все всех знают, небольшой городок, чего же тут говорить. Ну, и, соответственно, он сказал ему, что Ипатьев, ты мне, в принципе, не нужен, то есть я тебя увольняю, но давай разойдемся по-человечески, я даю тебе сумму денег, 25 тысяч рублей, по-моему. 25 тысяч рублей рублей. Ну, какую-то сумму денег ему дал, примерно, да, отправил его в Вятку. Ну, сумма его по тем временам такая достойная. Ну, нормально, в общем-то, сумму денег ему выделил, для того, чтобы тот мог продолжить свое существование нормальное, цивилизованное, поехал бы в город Вятку, снял себе там квартиру в каком-то одном из доходных домов, и там непосредственно продолжал свою деятельность. Уже нашел бы себе работу, завел себе семью и так далее. Но, для Ипатьева это стало полной неожиданностью, и он, как говорится, несколько свихнулся на почве того, что он потерял, видимо, свою любимую работу, на которой он, в принципе-то, не преуспел, судя по всему. И вот он приехал в жесткую депрессию. Да, в жесткую депрессию, видимо, прогрузился, переживал из-за этого. И, конечно же, он считал, что Балычев это виновник всех его бед. Вот он приехал в Вятку, приобрел там холодное оружие, вернулся в Орлов, пришел, патетически так, ярко, на заседание Думы, увидел, что Балычев сидит на кресле, развалившись, подошел со спины и выстрелил в него. И что же, пуля полетела? Холодное было оружие, вы сказали. Нет, имеется в виду огнестрельное оружие. То есть он губил револьвер, настоящий револьвер. И вот он выстрелил у Балычева, и пуля прошла совсем рядом. Она ударилась в спинку венского кресла, на котором сидел Балычев. Тот, конечно же, был в шоке. Начался суд, судебный процесс, который был достаточно громким. О нем писала даже знаменитая Вятская незабудка. О нем знали очень многие известные российские общественные деятели. Это стало делом не только города Орлова или Вятской губернии. Эта информация разошлась везде по России. И присяжные оправдали и патего, потому что действительно слышали, что он совершил от поступок состояния аффекта, как сейчас опять же говорится. То есть была какая-то экспертиза. То есть была экспертиза медицинская, ее обследовали. И выяснилось, что он действительно был не в себе и совершил это вот просто в угаре таком самом настоящем, что человек сошел с ума из-за того, что потерял свою любимую работу. Но для Балычева это был очень какой-то, видимо, важный знак, символический. И он понял, что, наверное, это не совсем то дело, которым он должен заниматься. К тому же, например, это опасность. В общем-то, как любая околополитическая, политическая деятельность. И возглавлять город. И возглавлять город, это, в общем, тоже непросто. Вести хозяйственные вопросы, потому что всегда большой шквал критики, чиновники, их нужно заставлять зачастую работать. Он понял, что лучше он продолжит делать своего отца, поскольку все-таки тогда считалось, что, во-первых, где родился, там пригодился. Во-вторых, если есть династия, это значит преемственность поколений. И все-таки строй был сословный, и это означало, что, если твой отец чем-то занимается, тоже этим заниматься не случайно. Это поколенческая тема, и она была очень близка многим. Поэтому Балычев решил заняться пароходством, и на этом попроще достиг действительно очень больших успехов. То есть к концу 19 века у него уже был целый флот, флотилия, 19 кораблей. Причем он занимался не только пассажирскими перевозками, но и уже грузовыми перевозками. Но надо отметить, что тогда река была всем, реально всем. Для жителей нашего региона и для жителей нашей страны, потому что всем известно, что железнодорожный транспорт, железнодорожное сообщение появилось лишь в конце 19 века, когда была введена Перемкотловская линия. А до этого, в общем-то, грузовой транспорт существовал, но он не мог выдержать тех масштабов перевозки, как грузов, так и людей. Соответственно, действительно большое внимание уделялось речному пароходству. Но у Балычева, конечно, были конкуренты. Это, в первую очередь, семья Трышкиных. Причем их виднейший представитель этой семьи, который вступил в конкурентную борьбу с пароходством Балычева, он был ровно антагонистичен Балычеву, потому что он происходил из семьи Купеческой. Они обладали потомственным статусом. И, значит, соответственно, Трышкин был из крестьян. А Балычев? А, ну понятно. Трышкин был из крестьян, он такой был self-made. Дерзкий парень, и причем между двумя этими компаниями велась очень ужесточенная борьба за клиентов третьего класса, то есть за пассажиров, и какие только акции не придумали. То есть говорили тогда, что на празднике иногда даже вместе с входным билетом на пароход давали стопку водки. То есть вот такие существуют вещи. Это пиар, да, пиар, значит, конца 19 века. Потом появился еще один конкурент. Это представители торгового дома Александровых, которые владели богатым пивоваренным заводом и на рынке алкоголя очень активно играли. Соответственно, вот было три компании, они вели между собой бесконечную борьбу, которая зачастую не приводила к позитивным последствиям, потому что это все равно, что сравните езду двух пазиков по городу или пазика и троллейбуса, что они конкурируют между собой, пытаются обогнать друг друга, быстрее приехать на остановку или не остановиться на какой-то остановке, и от этого страдают, в первую очередь, пассажиры. Тут было то же самое, только связано с пароходами. А водили они людей Казань, да? Они водили людей и до Нижнего, и до Казани. То есть это была очень мощная сеть, которая была выстроена, и действительно эпоха пассажирских перевозок, она переживала свой рассвет в конце 19 века. Но там были разные сложные и интересные истории. Одна из них связана с тем, что вот многие пароходы Булучева, они пользовались дурной славой, поговаривали, что он перегружает их постоянно и возит людей там буквально иногда как скот, то есть массово они там тесняются. Как кильков в бочке. Да, как кильков в бочке, в антисанитарных зачастую условиях. Это было не только Булучево, это было очень многих перевозчиков тогда. И вот Максим Горький, вы знаете, что для любого человека вхождение в литературу, качество прототипа, это очень круто. То есть это действительно верх вообще карьеры. Это значит, что ты обладаешь уникальной какой-то харизмой или совершил такой поступок, который достоин литературного произведения. Кстати, очень многие вятские персонажи действительно вошли в литературу. То есть мы знаем, что легендарный Авергий Перминов, который построил самый старый каменный дом в Вятке, он являлся одним из прототипов Чичикова знаменитого. Был купец Стахеев Николай Дмитриевич, который вошел в литературу как один из прототипов Кисы Воробьянинова. И был Булучев, который стал впоследствии, как многие литературоведы отмечали, прототипом Егора Булучева из произведения Максима Горького, Егора Булучева и другие. Так вот Горький, он ездил по проходами Тихона Филивовича Булучева, и он был недоволен. И в конце 19 века в одной из газет, «Самарский вестник», если я не ошибаюсь, это была газета, даже была такая остро-критическая заметка Максима Горького о том, что действительно невозможно ездить на этих проходах Булучева, там все тесняться, там очень неудобно. И что же вот этот человек, которого назвали хозяином реки Вятки, почему он так все это делает? Для него, видимо, важны деньги, в первую очередь, чем судьбы людей. А вот последствия, когда уже вышел роман, то есть многие говорили, что действительно, да, возможно, Тихон Филиппович стал прототипом. И Горький отлично знал его как пароходовладельца, как общественного деятеля. Более того, Владимир Александрович Любимов, еще один замечательный наш краевед, он писал, что Горький бывал в городе Вятка, он приезжал в начале 20 века и гостил у Тимофея Франжоли, известного активно тоже общественного оппозиционного деятеля, чей домик находился на перекрестке улицы Царевской и улицы Московской, там сейчас где кропка ГТС. Но вернулся к Булычеву. В начале 20 века образуется большое товарищество, пароходство, в которое входят как раз три этих фирмы Александровых, Трышкиных и Булычевых. Как им удалось договориться? Им удалось договориться, потому что это происходило из логики развивающихся в свободе, что действительно конкуренция, это, конечно, хорошо, но зачастую она может исчерпать все ресурсы конкурирующих сторон и лучше договориться вести бизнес совместно и разделять ту прибыль, которая есть, также совместно. Действительно, это был достаточно рациональный ход, это был показатель того, что купцы того времени могли и умели садиться за струк переговоров и могли вступать в содержательные дискуссии. Действительно, они увеличили за счет этой сделки свой капитал, а Булычев стал управляющим. Такая монополия возникла, да? Фактически, да, но это тут перед временем, как раз начало 20 века, когда формируются не только в Вятке, но и во всей России монополии, чуть позже и синдикаты, то есть это достаточно распространенный был тип предпринимательской деятельности. Ну и Булычев только увеличил свое состояние, он объявляет себя миллионером, и в принципе вот то, что он имел такие большие капиталы, это позволяло ему активно участвовать в общественной деятельности. И тут уже возникает личность Булычева как общественного деятеля, как благотворителя и так далее. Здесь тоже очень интересно, потому что сформировался определенный стереотип, что Булычев, он ведущий вятский благотворитель, он очень много жертвовал, он действительно много жертвовал совершенно разным людям, учреждениям. И как я познакомился с Булычевым? Дело в том, что я обучался вятско-гуманитарной гимназии, это как раз тот дом, который гимназия, вятско-мужская гимназия получила благодаря Булычеву. Попечителем он гимназия. Он был попечителем, и он оплачивал строительные работы, и он действительно много сделал для мужской гимназии, где он понимал, что мужская гимназия – это ведущее учреждение в области просвещения науки и так далее. Но вот были и различные точки зрения на деятельность Булычева. Например, краевед Евгений Березин, один из ведущих исследователей именно флотской деятельности, пароходства и так далее, он указывал, что на самом деле, если посчитать суммы, которые Булычев брал из конторы речного пароходства, то он на свои личные средства тратил намного больше, чем на благотворительные цели, и он себя никогда не обделял. При этом, это, конечно, достаточно спорный тезис, но при этом Березин указывал на периодичность появления в вятских газетах сообщения о том, что Тихон Филиппович Булычев выделил деньги для тех или иных целей, благотворительных нужд. И это очень интересно, потому что первая компания, опять же, начала 20 века, то есть Булычев, он формировал свой образ в лице вятских обывателей, как, значит, ведущего такого благотворителя. А дело в том, что другие многие купцы, они производили благотворительное пожертвование, многие совершенно анонимно, да, то есть они не тянулись за славой, то есть слава зачастую сама их находила. А вот Булычев, он делал все публично. И вот как раз Березин, он указывал на то, что, видимо, это действительно была пиар-компания, это был пиар-ход, и Булычев за счет этого он формировал свой образ. И в итоге это что? Ему удалось это сделать, но он вошел в историю. Потому что многие другие купцы жертвовали немало денег, действительно очень большие деньги на общественные нужды, но их забыли. А вот Булычева не забыли. Ну, казалось, было логичное продолжение, то есть на какие-то высокие посты прийти, то есть за начало 20-го века. Ну, здесь вообще очень сложный вопрос, потому что дело в том, что вообще истоки купеческой благотворительности, они, в первую очередь, кроются в мировоззрении. Почему много жертвовали? В первую очередь, потому что все-таки, если исходить из христианской морали, из-за той системы ценностей, которая существовала в 19-м веке и начале 20-го века, то богатство, это все-таки верующими людьми, а купцы очень многие были глубоко верующие люди, но оно не воспринималось как благо, потому что это, наоборот, тяжкий такой грех, с одной стороны, это тяжкое бремя, и именно чтобы очистить свою душу, очистить свое вот это сознание, они жертвовали, да. Но с другой стороны, всегда вот такая позиция, это личная позиция, то есть хотел человек выделить деньги, и он выделял. И он действительно, Булучов состоял во многочисленных попечительских комитетах и, как сейчас говорят, в общественных организациях, и он помогал и бедным, и нищим, и страждущим. И кому он только не помогал при своей жизни, вот ему в конце жизни, можно сказать, что почти никому, никто не помог, и он умирал в нищете. Но так действительно бывает, потому что от блеска до нищеты в России всегда один шаг, один маленький шаг. В обыденной жизни, если не ошибаюсь, Тихона Филипповича называли таким англоманом, да, он ориентировался в том числе на западные ценности, да, на одежду, на ту же, на манеру. Это действительно так? Да, действительно. Вообще, многие городские гимназисты называли его Дон Кихотом, то есть у него действительно была такая оригинальная внешность, усы, и он одевался очень модно, стильно. Их семья вообще всегда дружила с английскими торговыми фирмами, они еще с конца 18 века с ними торговали, и они, Булучевы, отлично знали о том, какая мода сейчас. Оксан, кстати, Булучев, он бывал за границей? Да, бывал. Он вообще, в принципе, активно путешествовал. Говорили вообще, что он придерживается такого метода управления, что он не сидит бесконечно и смотрит за делами пароходства, а наоборот, он активно перемещается, ведет активную достаточно деятельность, а его приказчики, его управленческий персонал, они следят за всем на местах. То есть он таким образом приучал их к самостоятельности, чтобы не все зависело от одного человека, чтобы была выстроена определенная система. В этом плане он тоже был человеком западных ценностей, где не все формируется на одном человеке, есть человек, нет человека. А формируется все на определенной системе. Ну и вот, конечно, очень интересно, тот дом, Красный замок, который он построил, это же тоже веяние Запада, безусловно. Веяние 96, все разные организации там находятся. Да, и, конечно, про этот дом было очень много слухов, то есть очень долгие дискуссии велись по поводу того, кому он вообще строил этот дом, потому что всегда говорилось о том, что якобы у Булучева была дочь, то есть это распространенная легенда, и для этой дочери, чтобы она вернулась в город Вятку, а якобы эта дочь не хотела жить в Вятке, говорила, что здесь нет женихов и так далее. А вот к имени этой дочери мы вернемся чуть позже, и вот по легенде она не хотела возвращаться. И для того, чтобы она возвратилась, как раз Булучев решил построить этот особняк готический, в необычном для Вятки стиле, но она вроде как и не вернулась. Это первая версия. Вторая версия касалась сына Булучева. У Булучева был любимый и единственный сын Николай. И вот Николай, он тоже бракосочетался очень успешно, и у него родился ребенок, но они жили на даче Булучева, и там случился страшный пожар, и дом начал гореть, а супруга с новорожденным ребенком жила на втором этаже. И вот она под треск этого пожара спускаться стала по лестнице, неукрепленной со второго этажа. Это было страшное зрелище, и она думала, что она может умереть, и очень сильно это отразилось на ее психике, и она приняла решение, что больше жить в таких высотных домах не будет. И для нее пришлось покупать специально новый дом, известный также как особняк Долгушина. Тут тоже владел этим домом. Сейчас там находится военкомат на улице Преброженской. Соответственно, то есть, возможно, дом строился, это готический особняк, для Николая. И третья версия, она совсем экзотическая. Значит, культуролог Андреева придерживается этой версии. А это все версии исследователей, да? Это версии исследователей, да, то есть тех людей, которые исследовали как раз деятельность Булучева. И вот Андреева нам придерживается искусе зрения, что якобы этот особняк Булучев строил для своей любовницы. То есть, была какая-то красивая, потрясающая девушка, в которой он был влюблен, и вот он хотел завоевать ее расположение, и показать, что в Вятке он тут вообще один из самых крутых людей, и он может себе позволить построить бешеный, красотый особняк, только для того, чтобы ее поразить. Якобы эта тема не сработала, она сказала, что, ну, для меня еще и не такие вещи делали, и она с ним не сочеталась, с никаким союзом. Ну, последняя версия, она разоблачается достаточно легко, с помощью того человека, который знаком был с Булучевым, это Александр Александрович Прозоров, ведущий вятский мемуарист, и он посвятил... Он тоже из рода купцов Прозорова. Да, и вот он близко знал Булучева, и он написал в своих воспоминаниях, мемуарах, что Булучев после смерти его жены, первой, вот он вел очень уединенный образ жизни, и вообще не волновали все эти плотские утехи, и такая история не могла произойти, потому что он действительно был очень ограничен в этом плане. Но, что касается дочери, то если посмотреть на количество детей, которых у нее были Булучева, у нее было четверо детей. Николай и три дочки, одна из них умерла, к сожалению, в юношестве, ну, в общем-то, это был достаточно типичный случай. Две дочки, одна родилась в середине 70-х годов, а вторая, Вера, родилась в 1890 году, то есть на момент постройки особняка, ей был 21 год, вполне возможно, что она могла выкинуть такую историю, которая там случилась с этим особняком, вполне могла уехать куда-нибудь и сказать, что не хочу здесь жить. Это было вполне нормально. Молодежь активно уезжала из Вятки, потому что, не потому что там не было женихов или невест, а потому что все-таки это были объективные условия, не было высшего учебного заведения, где можно было бы обучаться и удовлетворять свои интеллектуальные какие-то... Вятский учительнический институт еще не появился. Да, он тогда еще не появился. Он позже появился. Вообще, в семье непростая, да, ведь обстановка была у Тихона Филеевича? Почему все-таки в Петербурге, да, жили? И жена, и жена ведь жила в Петербурге, и дети. Ну, супруга, я уже вам сказал, что она скончалась, поэтому она переехать никуда не успела, а по легенде, якобы, она уехала в Петербург, но на самом деле, к тому моменту, когда оставался особняк, ее уже не было в живых. Второй раз он не брак сочетался. Слыл он человеком таким нелюдивым и не искал знакомства. Обстановка в семье, ну, была она, конечно, такая, достаточно разная, судя по всему. И про Балычева говорили самые разные вещи, что, с одной стороны, вроде бы он открыт для общества, и он жертвователь, и он всех поддерживает, а с другой стороны, говорили, что иногда он проявлялся как скряга из Купердяй. Знаменитый случай произошел на охоте, это было одно из увлечений Балычева. И вот он шел по какому-то густому лесу и провалился болотой. Он начал тонуть, умирать, кричать, звать на помощь, и какой-то охотник его увидел и вытащил. И Балычев обещал озолотить охотника, в итоге подарил ему всего лишь один рубль. И охотник, конечно, расстрелся, он спас жизнь самому богатому человеку, хозяину вятки, а тот вообще не сподобился даже более-менее его отблагодарить по-человечески. Это тоже легенда такая, да, все-таки? Да, это тоже описывали мемуаристы и краеведы со ссылками на различные воспоминания. Вот, например, тот же Березин, он собирал еще сведения у тех людей, которые помнили вот это пароходство, у ветеранов пароходства. Сейчас мы знаем, что, в принципе, пароходства как-то такого уже нет, да, но еще в середине 20-го века были живы те люди, которые стояли у его истоков. Конечно, количество баек, слухов, сплетен, оно огромное. Еще Салатаков Щедрин писал, что вятки люди живут одними сплетнями, да слухами, но абсолютно очевидно, что эти сплетни, слухи, истории, они не рождаются на пустом месте. Это, как правило, действительно имеет какое-то рациональное зерно. И вот просто мы хотим здесь указать, что, наверное, Балычев действительно был неоднозначным человеком. То есть есть определенные стереотипы. В советское время говорили, что плохой человек, капиталист и так далее. Потом, когда был переход к демократическим институтам, говорили наоборот, очень хороший человек, все сделал для общества. Сейчас мы можем оценить эту ситуацию в комплексе и вычленить положительные и отрицательные стороны. То есть как в истории любого человека, любой человек, он неоднозначен. И тут было точно так же. Это был человек, который совершенно был разносторонней личностью. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Напомню, что это программа, сделанная вятки. Мы беседуем с Антоном Касановым, историком, автором проекта «Пешком по вятке» и темой сегодняшней передачи «Династия купцов Булычевых». Перерыв. Продолжается «Сделанная вятки». Это программа, гость которой сегодня Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по вятке». Говорим мы о династии купцов Булычевых, сосредоточились уже на Тихоне, Филиппиче Булычевом. Про дом начали говорить. В итоге в доме-то никто и не жил, получается. Затем дом был передан городским властям. Тоже очень интересная история получилась. В мемуарах Александра Прозорова описывается эпизод, что Булычев построил дом, и дом стоял пустым. И он туда водил как будто бы экскурсию. То есть это тоже очень интересный момент. То есть приводит своих друзей, показывает им, какой он дом построил. И он привел семью Александра Прозорова. У него была такая эпатажная тоже жена, очень интересная. И она сказала, что «Тихон, мне не нравится твой дом, какой-то построил огромный дом, у тебя странное такое расположение комнат. А там в этом доме каждая комната построена была в отдельном стиле. То есть были в арабском стиле, в восточном, западном, готическом стиле. То есть каждая комната была оригинальной. То есть, видимо, привлекались какие-то? Привлекались очень большие силы. Например, Георгий Джмухадзе. Кстати, очень интересный человек. Он называл себя в одних документах Георгий, в других Николай. Это мастер отделки внутренних и внешних тоже, в принципе, интерьеров. Уникальный художник. Один из первых закавказских большевиков. И вот здесь он стал известен тем, что он отделал внутренние интерьеры этого особняка. И он имел свою очень оригинальную манеру художественную. Здесь есть знаменитая фотография, где в холле особняка Булучева стоят Чарушина Ивана Половича, архитектора, и Джмухадзе. Два, можно сказать, ведущих художественных таких творца Вяткина Чела XX века. И вот супруга Паразорова сказала, мне не нравится, как ты что-то тут построил, так по-женски, чисто сказала. А в этом доме, кстати, уже был и электрический телефон? Да. Там были все вообще новшества времени, которые тогда могли быть, потому что там было вообще все. Кстати, Булучев, он слыл технократом. И про него очень много говорят впервые. То есть впервые люди впервые в Вятке увидели, что такое электрический свет именно на корабле Булучева, то есть Филипп. Это было еще в начале 90-х годов 19 века. И телефоном тоже провел себе в контору, которая стояла на площади Стефановской, рядом со Стефановской Донской церковью. Тоже впервые. То есть у него телефонная линия появилась. Плюс ко всему рентгеновский аппарат впервые у него появился. Кстати, первоначально он использовал его для таких дурачеств. То есть они собирались с друзьями и по воспоминаниям тоже мемуаристов они играли как-то там что-то. Они знали, что это вредно, если же это переустерствовать. Ну, они просто решили повеселиться там, да. А потом он все-таки Булучев пришел к мысли, что, наверное, это неправильно, и люди нуждаются в этом. И отдал, бесплатно подарил, как раз местной губернской больнице. То есть вот можно сказать, что он был технократ, и он видел те новинки, которые тогда появлялись. И уж, конечно, свой дом, он не обделил от этих новинок. И там было электрическое освещение, и что там только не было на самом деле. И ванны уникальные, и лифт. Даже был лифт. Хотя, посмотрите, там этажей-то совсем, ну, можно сказать, два этажа. Башня, конечно, она не поддается этажности нормально. То есть это башня самая настоящая. Но все-таки два этажа из подвала лифт доставлял еду на первый этаж. И что про этот дом ходили уникальные легенды. Одна, я расскажу все-таки историю с супругой Прозорова. Она сказала, что мне не нравится этот дом. Не понравилось ей расположение комнаты. Сказала, вот смотри, Дихон, вот ты меня вот сейчас разбудила, у меня нехорошее чувство. Вот посажу сюда Кикимру, и никто не будет здесь жить. И многие действительно верили, что в этом доме живет Кикимра. И из-за этого дом 4 года стоял пустым, что она оберегает его от жильцов. И внутри творятся страшные вещи. Ну, представьте себе, такой огромный особняк в центре города, где маленькие деревянные полукаменные дома, и тут такой гигантский готический замок. И многие ходили, крестились буквально на него. Казалось им, что это что-то страшное. Это просто вызывает ужас. Булычев, видимо, понимал, что для него это потеря, наверное, не только денег, потому что дом попростаивает, никто не живет, но и потеря репутации, потому что про него, если будут говорить как про какого-то чудака мистика, это будет не очень хорошо. Он все-таки представитель крупного капитала и требуется уважения. Действительно, тогда он за треть стоимости в качестве акта меценатства этот дом, ну, буквально отдал, можно сказать, для благотворительных целей, когда шла уже Первая мировая война, и там разместился госпиталь для людей, которые были ранее. За треть суммы, да? За треть суммы, изначально. Изначально сумма неизвестна мне, по крайней мере. Многая документация, которая была по этому дому, она была потеряна уже в ранний советский период, в том числе по планировке комнат и так далее, потом это все пришлось восстанавливать. Так получилось, что судьба дома такая, что он был фактически захвачен органами ВЧК в 1917 году, и после этого доступ туда был ограничен. Плюс ко всему были утрачены некоторые детали, как интерьера, так и экстерьера. То есть понятно, что те орлы уникальные, которые были установлены там на крыше этого здания, они дисценировали советской идеологией, и их сбили просто, банально сбили. Хотя где-то в детстве я еще встречал историю о том, что изначально был дефект, якобы, и что один из орлов, он как бы был накоренен, и он мог упасть, и якобы из-за этого... Людей повредили, да? Да. То есть, ну, это какая-то легенда, тоже, которую я встречал очень давно. То есть мне кто-то рассказывал еще в детстве. Потому что очень многим людям нравится этот дом, многие хотели бы там побывать. Я, честно говоря, побывал там один раз, то есть председатель Вятского-Челушинского общества, госпожа Бушминева, она проводила экскурсии раньше, сейчас она сказала, больше не будет там, кстати, из-за того дома, который... Моим именем его Свяшлану. Да. Да, может быть, да. Вот. И она проводила экскурсию, и я узнал когда о том, что можно было зайти в дом Блучева, я был так искренне рад, я подумал, блин, как здорово, туда же никого не пускают, это же самый лучший дом, самый классный, самый необычный в нашем городе, он всем нравится, и туристам, и местным жителям, ну, и никто практически не был, кроме сотрудников ОСБ, внутри. И была экскурсия, и нас сюда пустили, на холл первого этажа, и там действительно очень интересно сохранились такие интересные элементы, именно внутри этого дома, какие-то фрески, и целом такая атмосфера такая необычная, то есть ни в одном доме, где я был, я много был в каких-то домах, и у вас их меня приглашают, было даже в подвалы этих домов очень любопытно. То есть, видимо, по линии ФСБ существует какая-то, ну, распоряжение, чтобы вот не трогать, да? Да, они все-таки там пытаются сохранить, пытаются сохранить, но мы не знаем, выше первого этажа никого не пускают, что там дальше, да, то есть, скорее всего, превращено в офисное помещение, вот, но если говорить про внешний вид дома, то, конечно, он сохранен, отреставрирован, есть кое-какие, конечно, вопросы, там, например, рама оконная заменили на черная, некоторым не нравится, вот Станислав Суворов ругался, тоже говорил, что это изменение, которое касается облика, и очень существенное, но, как бы, дом находится в частной собственности, поэтому тут ничего не сказать. Ну, та экскурсия произвела на меня очень большое впечатление, действительно, внутри дома очень атмосферно, все-таки мы лелеем надежду, что когда-нибудь в этот дом можно будет заходить, и потому что в прошлом году приезжал Светослав Мурнов, ведущий русский урбанист, и он сказал, что, конечно, такие дома не должны использоваться в качестве художественных средств, для того, чтобы там были музеи или какие-то выставочные залы, и музей купечества, я думаю, что это идея, которую тоже многие продвигали, и надеюсь, что он будет когда-нибудь создан, и, может быть, даже в основном неке Балучева, и, может быть, тогда, если нам еще больше, наши люди узнают эту купеческую геностику. Структуру, которая там располагается, надо куда-то перемещать, получается? Ну, даже об этом гипотетически говорить нет смысла, потому что я думаю, что в обозримом будущем этого не случится, но, тем не менее, нужно им сказать спасибо за то, что особняк содержит в хорошем состоянии, и особняк, он привлекает внимание, конечно, всех жителей до сих пор, и он сохраняет память Балучева, потому что эта память была утрачена, потому что после Великой Отечественной революции Октябрьской так получилось, что Балучев был взят в заложники, потому что его сын ушел на гражданскую войну и воевал за белых, но там он погиб, и Балучев после этого влачился в сердце, он очень сильно болел, в возрасте 82 лет он умер, Владимир Любимов нашел свидетельство о том, что он умер, возможно, в одном из домов Рязанцевской усадьбы, которая находится сейчас, точнее, не находится, а ее осколки находятся уже, последние дома, на прикраске Володарского и Московской, и нашел диагноз от приступа аппендицита, он умер, скончался, он был совсем сухой, дряхлый старик, который очень сильно болел и который потерял все, он просто все потерял, у него было много... А он жил один, или он все-таки жил у кого-то из своих бывших сотрудников? Судя по всему, он жил у кого-то из своих бывших сотрудников, то есть кто-то его приютил, это значит, что человек все-таки был, несмотря на то, что достаточно жесткий, видимо, руководитель, управленец, но человек был неплохой, видимо, и многие сохранили о нем добрую память, и многие не понимали, почему его преследуют, потому что он очень много сделал для города, при этом с ним жестко расправились, и многие авиатские купцы закончили в полном забвении, то есть, например, Кузьма Игнатьевич Лапнев, который не только был известен как купец, но первый поехал на автомобиле, знаменитая адская машина Лапнева, маркифиат, напугал весь город, напугал всех и всех бесил тогда, но стоял тоже высток технического проказа в каком-то роде, потому что он привез машину в город, где никто не знал о том, что вообще можно на машинах кататься. Так вот, есть сегодня, что он закончил свою жизнь дворником в Москве вообще, то есть, настолько он обнищал, настолько он упустился, что превратился в такого уже бомжеватого типа человека, и это, конечно, очень грустная история. Еще о Тихонне Филипповиче как предпринимателе, это правда, что все свои капиталы он охранил в одном месте, и эти капиталы, ну, в чем, в бумажных 18-х, что ли? Да, на самом деле, действительно бытовало мнение Балучеве, как о человеке достаточно потраженном, то есть, он свободы наличных денег практически не носил, и об этом же писал Прозоров, что у него была контора речного пароходства, и там он как раз держал все свои ценные бумаги, ассигнации, и вообще все, что имело какой-то вес значимый. И вот это сыграло с ним злую шутку, потому что, когда случилась национализация при большевиках, у него все быстро отобрали, и у него ничего не осталось. Он в одном месте лежит, очень любопытно в этом контексте, расскажу вам, что вот этот дом, где была контора речного пароходства, он находился на перекрестке улицы Казанской и улицы Преображенской, дом с древним балконом, вот там он располагался. И у нас однажды была прогулка пешком поведке, из соседнего дома вышел мужчина, ему 92 года, но он начал рассказывать историю этих домов. И, судя по всему, действительно много очень всего знает, и многих видел, из тех людей, которых мы считаем историческими персонажами. Но он сказал, эти дома как-то связаны с Булучевым. Наверное, этот дом. Показал он на свой дом, дом, который входит в ансамбль домов Спасского собора. На самом деле соседний. И я понял, какая память у человека. Вот то, что все уже забыли эти булучевские дома, он помнит. То есть это уникальные вещи. У нас на прогулках иногда такое бывает, что такие уже забытые семьяцкие старожилы, они приходят, и что-нибудь такое расскажут, и бац, и даже не знаешь об этом, никогда не догадывался. Потом он посмотрел по бумагам, действительно, да. В этом доме располагалось контор. То есть это один из тех домов, которые к нему относятся. Остается у нас буквально минута. Пешком поведет, какая сейчас работа проводится? Я знаю, что сайт делаете, да? Да, на самом деле, вот мы выпустили наш авторский путеводитель двумя тиражами. Первый, социальным, мы активно сейчас дарим различным организациям. А второй, тираж предназначен для продажи, поэтому, кто еще не успел приобрести, всех призываю это сделать. Там есть и про Булучева, и про его дома, и про его очень светской истории. Сейчас у нас есть 16 мест, где мы продаем. То есть мы постоянно расширяемся, в том числе, вот благодаря Михаилу Сергеевичу, в Крымическом музее нужно приобрести. В Крымическом музее. И в Диораме, и в доме Салтыкова Щедрина, и, главное, Данина Спаска. Ну и в библиотеке уже можно, да? В библиотеке Герцена, конечно, да. То есть мы подарили и путеводителям, и они взялись брать его на реализацию. Ну а сейчас мы также работаем на сайт, то есть в весне должен выйти сайт, и там будет много интересных статей, много материалов исторических, в том числе и про Булучева, конечно, само собой, про других вятских купцов, потому что эта тема актуальна и интересна. Ну и очень много у нас еще различных проектов, на которых мы сейчас работаем. Я думаю, что обязательно их позднее анонсируем, а пока у нас путеводитель. Вот, поэтому такая вот история. Хорошо. Благодарю Антона Касанова, историка, автора проекта «Пешком по вятке». Наша следующая встреча, думаю, состоится через две недели в рамках программы, сделанной в вятке. Ну и, конечно же, большое спасибо партнеру передачи компании «Вятич». Всего доброго, до свидания. До свидания.